Телеграм упрямо едет по дороге ярости в сторону Аппстора. Как сообщает Financial Times, Телеграм подал антимонопольную жалобу на Apple в Европейский суд. Суть претензии такова. Apple не дает пользователям загружать приложения на iGadget откуда-либо, кроме Аппстора. Что, по мнению компании Павла Дурова, несправедливо. Мол, цинично пользуются своей монополией и никого на свои устройства не пущают. Администрация тупичка считает, Павлу надо было сразу заходить с козырей. Обвинять Apple в софтовой сегрегации и в притеснении программистских меньшинств. Впрочем, вполне возможно, что иск к Apple это такая пиар-акция, дабы отвлечь внимание от непростой финансовой ситуации Павла. Комиссия по ценным бумагам США запретила запускать блокчейн-проект Tom, на который было собрано более полутора миллиардов долларов инвестиций. Ну, а тут еще прошла информация, что из-за значительного объема перепродажи крипты на сером рынке инвесторам вернутся не 72%, как изначально планировалось, а где-то 20-30% от вложенных сумм. Если это действительно так, и от полутора миллиардов вернутся всего 20%, ну, мало кого. Такой интересный поворот с кровными миллиардами обрадует. Вот это кто-то удачно вписался с инвестициями. Можно только поздравить. Ну и, возвращаясь к противостоянию Дурова и Эппла, на этом история не закончилась. Неожиданная подмога Павлу пришла откуда не ждали. Казалось бы, только вчера Дуров обвинял Фейсбук в недобросовестной рекламе и использовании своего лица в их корыстных целях. А сегодня Фейсбук уже фактически поддерживает Телеграм. Оказывается, из приложения Facebook Gaming для iOS по требованию Apple был вырезан, собственно, игровой функционал. Apple многократно отказывался размещать приложение, ссылаясь на пункт своих правил. Дескать, у вас приложение для игр, а мы игры не берем. Там Фейсбук возражал. Да вы посмотрите хоть, вот статистика приложения для андроида. И там пользователи 95% времени смотрят стримы, а не играют. Но Apple стоял крепко, Робби под корень говорит, и все тут. Кроме Фейсбука на тему игрофобии Apple, тут же высказалась Microsoft. По их мнению, платформа Apple единственная, которая запрещает людям пользоваться такими замечательными и прогрессивными облачными игровыми сервисами, как Xbox Game Pass. Из-за чего пользователи Apple, как нетрудно догадаться, жестоко страдают. При этом, собственный игровой подписочный сервис Apple Arcade прекрасно себя чувствует на яблочных устройствах. Так что, если с подачи Павла на Apple дружно накинутся сразу несколько IT-гигантов, дело может принять очень даже интересный оборот. Будет крайне интересно посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok